Сегодня я вам расскажу, как улучшить взаимоотношения с любым человеком. Значит, дам две техники. Простые, которые работают даже дистанционно. То есть вы можете даже с этим человеком непосредственно не разговаривать. Итак, сначала расскажу краткую предысторию, чтобы вы понимали, насколько мощная техника и как работает. Значит, в одной психиатрической больнице заметили, что после смены доктора вдруг стали выздоравливать пациенты, которые там, собственно, никогда не выздоравливали. В психиатрических больниц, чтобы вы понимали, люди обычно не выписывают, они там так всю жизнь не остаются на таблетках. И лечат их таблетками чаще всего. Так вот, стали разбираться, в чем же суть, почему люди стали выздоравливать. Значит, этот доктор лечил их очень необычным способом. Каждый день он вызывал к себе каждого пациента по отдельности и говорил каждому пациенту четыре фразы. Я люблю тебя. Прости меня. Мне очень жаль. Я благодарен тебе. Он не просто это говорил, как робот. Он старался прочувствовать каждую фразу и каждое слово. То есть он вносил в это смысл. Смысл хотя бы тот, что все люди взаимосвязаны. И он испытывал это в какой-то мере сострадание к человеку, любовь к нему. То есть просил прощения в каком-то смысле тоже искренне. И благодарен был тоже искренне. То есть у него было вот это понимание того, что все взаимосвязаны. И вот этого человеческих взаимоотношений и сострадания. Соответственно, он говорил эти четыре фразы. Неважно, я ему что-то там отвечал, не отвечал человеку в ответ. И все. Дальше вызывал следующего человека. И он повторял это каждый день. И пациенты стали выздоравливать. И я вам скажу, что эта техника очень мощно работает просто с обычными людьми, с близкими, с не очень близкими, с друзьями, знакомыми, с людьми, с которыми у вас, может быть, не очень хорошие взаимоотношения, с которыми вы бы хотели улучшить взаимоотношения. И не бойтесь, вам не нужно их вызывать и им говорить это прямо. Хотя это может быть очень мощно, если вы так сможете сделать. Но вы можете просто спокойно сесть, закрыть глаза и представить этого человека, подумать о нем, увидеть его образ перед глазами. и сказать все те же самые четыре фразы с чувством. Именно тут важны чувства. То есть сделать это автоматически, эффект будет минимальный. А важно сделать это именно от сердца, от души и с чувствами. Сказать, что я люблю тебя, прости меня, мне очень жаль, я благодарен тебе. Я, конечно, сейчас это делаю быстро и без таких чувств, и я не представляю какого-то конкретного человека. Я просто демонстрирую. Когда вы представите человека, у вас сами собой пойдут какие-то ассоциации, почему, которые помогут вам испытать эти чувства. Но если вы действительно хотите улучшить взаимоотношения, то есть если у вас есть такое намерение, то оно само собой все получится правильно. Вам нужно просто это представить человека и это проговорить. Во-первых, почему это работает на расстоянии, потому что все люди взаимосвязаны. И когда мы друг о друге думаем, представляем конкретного человека, представляем конкретный образ, мы посылаем энергетический посыл туда, и энергетический, и информационный посыл. То есть человек может этого не осознавать, но он чувствует, энергия от вас к нему приходит. И он даже сам потом, когда вы встретитесь, не будет понимать, почему он к вам уже чувствует себя по-другому, уже вы ему более симпатичны, и он более к вам настроен. Он этого может не понимать. А вы не должны ему говорить, это не нужно говорить. Это, кстати, да, то есть даже не рекомендую. То есть если вы работаете дистанционно, не надо человеку говорить, что вы работаете дистанционно с ним по такой-то теме. Это должно быть только лично ваше. Просто с тем, с кем вам важно эти взаимоотношения такие сделать. Да, и просто повторяйте это неделю. Да, каждый день – это же мало времени. Там буквально минуты вам хватит, даже меньше, и вы увидите, заметите, как ваши взаимоотношения улучшатся. И вторая техника. Вы также представляете перед собой образ человека, с которым вы хотите улучшить взаимоотношения, и представляете этого человека в ситуации, где ему комфортно. Да, то есть попробуйте, и может быть вы знаете, или попробуйте почувствовать, что бы этот человек на самом деле хотел. Может быть он устал, хотел бы отдохнуть. Его можно представить на пляже таким довольным, да, загорающим, может под зонтиком, на лежаке, ему там приносят какие-то угощения, он себя чувствует, в общем, прекрасно, великолепно, или он там на яхте где-нибудь едет, или на своей там машине, о которой он мечтает, удовольный едет. То есть вам нужно представить довольного человека этого, и со всей, ну, и как можно больше атмосферы вокруг, да, как можно больше, чтобы вы этого могли прочувствовать тоже. Человек тоже от вас получит дистанционный посыл, и он потом к вам будет настроен уже более благожелательно. Когда мы пользуемся этими техниками, нам важно быть искренними. То есть если мы делаем технику, потому что мы хотим реально в корыстных меркантильных целях что-то от человека получить, и нам поэтому его нужно расположить к себе, это будет работать хуже, или вы даже если получите то, что хотели, наступят потом для вас негативные последствия. Поэтому здесь важно именно работать с теми людьми в тех ситуациях, где вам просто на самом деле хочется с человеком наладить отношения, сделать их более гармоничными. Если вам было полезно, ставьте лайк. Если хотите получать оповещения о новых видео, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Всего вам самого доброго. До встречи.